Любовь и ненависть, дружба и взаимопомощь. Под коверные игры сильных мира сего и один молодой парень воли судьбы оказавшийся на перепутье неожиданно свалившихся проблем. Что с этим делать, где искать ответы и с кем прошагать путь? Вот смысл графической новеллы от Soviet Games «Любовь, деньги, рок-н-ролл». Игра вышла относительно недавно, и все, кому не лень, уже сделали на нее свои обзоры. Судя по неодобрительным обложкам видео, речь там шла далеко не о положительном. Я же долгое время вообще не хотел ничего рассказывать. А если и начать свое повествование, то с хорошей стороны. Уж больно интересный проект оказался на первый взгляд, да, в общем-то и на второй тоже. Вот только все далеко не так великолепно. Сотворив бесконечное лето, Soviet Games разделились на две отдельные команды. Одной, наследство, осталось оригинальное название, вторая именовалась Moonworks. Обе стали продолжателями дела прошлого, создавая проекты в уже полюбившемся стиле. Передав бесконечное лето на откуп любителям-мододелам, студии начали создавать новые проекты, которые должны были стать не хуже. Moonworks быстро отметилась новым проектом Травница, о котором я уже когда-то рассказывал. И сейчас работает над большой игрой в стиле бесконечного лета, E.O.N.2032. Надеюсь только, что игра выйдет намного раньше указанного в названии года. Soviet Games последние годы корпели над большим проектом Love Money Rock'n'Roll, обещая показать нам что-то действительно шикарное. Но годы шли, а игра так и не выходила в релиз. Разработчики старались максимально четко проработать каждую деталь, чтобы не выпустить сырой проект. Это, конечно, похвально. Вот только окончательно он все равно оказался не таким, как этого ожидали. Love Money Rock'n'Roll – интересная графическая новелла с оригинальной затягивающей историей, несколькими действующими лицами и замкнутым главным героем. Четырьмя сюжетными линиями и четырнадцатью концовками. А уж о музыкальном сопровождении стоит сказать отдельно. Несколько музыкантов постарались воплотить в реальность шикарные композиции, которые бы создали и поддерживали атмосферу всех игровых моментов, наподобие того, что мы могли слышать в бесконечном лете. И им это действительно удалось. Музыкальное сопровождение – пожалуй, лучшая часть игры, позволяющая с головой погрузиться в сюжет и оставаться там на многие часы. Однако порой кажется, что вся эта прелесть, отдающая киберпанкам, далеко не всегда подходит под атмосферу Японии 80-х годов 20-го века, где хотелось бы слышать нотки аниме и видеоигр 8-16-битной эпохи. Здесь же фантазия уносит прямиком в космос к иным мирам, не позволяя опуститься на земную поверхность вплоть до окончания игры. Внешнее графическое оформление Love Money Rock'n'Roll выглядит весьма привлекательно, даже в сравнении с Бесконечным Летом, где все действующие моменты были воссозданы просто сменой двухмерных фонов. Перенос движка на Unity 3D позволил создать мир более живым, хотя в большинстве задники все равно представляют собой статичные фоны. Но что сразу бросается в глаза – красиво отрисованные персонажи, которые теперь не просто статичные картинки, а вполне живые анимации. Правда, список движений ограничен некоторым количеством заранее запрограммированных действий. И это несколько портит ощущения от вида. Но в общем-то здесь практически нет нареканий. Видно, что работа была проделана большая, для небольшой команды разработчиков. Ну а теперь поговорим непосредственно о том, какой вклад данная игра внесла в игровое пространство, и какой след оставила. Бесконечное Лето в свое время стал культовым проектом, затянувшим в свои сети тысячи фанатов. Простой графический проект, где почти все сводятся к чтению бесконечного числа диалогов, неожиданно стал намного интереснее большинства мировых проектов, во многом благодаря своей невероятно крутой атмосфере советской эпохи, четко воплощенной в сюжете и графике. Обычная база отдыха – Волга на берегу одноименной реки, где разработчики проекта как-то побывали, и впитали в себя всю красоту атмосферы этого шикарного места, стало прообразом для некого фантастического пионерского лагеря мечты, попав в который далеко не каждый решился бы вернуться в реалии. Основной смысл игры строился на взаимоотношении между главным героем и обитательницами Савенка, вокруг которого развивается сюжет. Каждый раз, разворачивая его по новой, мы становимся свидетелями новых деталей и новых концовок, итог которых один – встреча в реалиях этого мира. На подобном концепте построена и Love Money Rock'n'Roll. Вот только здесь фантастический мир заменили на вполне реальную Японию конца 80-х годов. Персонажей на школьных товарищей главного героя, сам же он оказался эмигрантом из СССР, волей судьбы сбежавшим оттуда с родителями. Вскоре после начала игры втянут проблемы государственного уровня, оказавшись в них чуть ли не главным персонажем, плюс попытка восстановить отношения с Кэтрин. Ровно с началом всех событий, вернувшейся с матерью из США. Параллельно с этим судьба неожиданно сводит его и с еще несколькими девушками, и с кем в итоге она останется и какую концовку получит, зависит от игрока и выборов. Все сюжетные линии достаточно банально и однообразны, но открывают некую часть общей тайны. Однако со стороны смотрится все весьма глупо – вечное нытье со стороны девушек и неуверенность главного героя. В игре две параллельные линии Кагомо Элли и Кэтрин Химитсу, и в каждой одна из девушек старается всячески навредить второй, которой больше склоняется Николай, пытаясь таким образом привлечь все внимание на себя. Вот только ни к чему хорошему это привести не сможет. В игре по каждой линии есть 3-4 концовки, и только одна из них оказывается хорошей. В остальных главный герой либо разочаровывается во всем или вообще исчезает из этого мира. Далеко не всегда понятно, что необходимо сделать и как ответить, чтобы получить лучший результат. А вот с выходом на линию одной из девушек проблем не возникнет. Как и в Бесконечном Лете, здесь достаточно всего лишь следовать выборам в сторону конкретного персонажа. В своем первом прохождении мне удалось выйти на хорошую концовку Элли – Роккен Будакан. Как мне кажется, именно эта линия проста и понятна. Вместе с тем и самая лучшая. Элли – внучка самого влиятельного человека Японии, владельца корпорации Кабояши, что автоматически дает ей высший статус, звание королевы школы и доступ практически ко всему. Все школьники мечтают войти в круг приближенных Элли, из-за чего порой случаются неприятные стычки. Сама же Кабояши Сана совершенно не горит желанием полностью использовать свое положение. У нее простая и красивая мечта – выйти на большую сцену со своей рок-группой «Зет Филз», и во многом именно от главного героя зависит исполнение этой мечты, и возможность сыграть вместе с любимой на большой сцене в Будакане. Не менее интересной оказывается и линия Кагомы, следуя по которой мы оказываемся втянутыми в расследование тайн корпорации Кабояши. Получим много неожиданных ответов, ведь тихая на первый взгляд девушка имеет за собой большие тайны и куда большее значение, чем кажется. Линия Кэтрена и Химитсу также тесно связана между собой. Вот только здесь между девушками возникнет жесткая борьба за главного героя, и во многом ее затеет Химитсу, однако здесь все весьма банально, и если бы не тайные игры разведки, просто не о чем было бы рассказать. Уверен, что для большинства данные сюжетные линии окажутся куда менее интересными, чем Руты Элли и Кагомы. Но в игре есть и куда более глобальный сюжет, который крутится вокруг неких секретных разработок большого проекта, с которым связаны все крупнейшие страны, и центром всего этого становится корпорация Кабояши. В Токио пересекаются интересы разведки США и СССР. Каждая страна хочет выяснить больше, и в результате втягивает во все это Николай Анохина, считая, что у него от родителей остались некие документы по разработке. Именно на попытках их достать и строится игра. Все остальное идет параллельным курсом. Лишь ближе к концу приоритеты смещаются. Ну а теперь стоит поговорить и о грустном. Love Money Rock'n'Roll – достаточно интересный проект, который действительно стоило ждать. И за свою цену в 600 рублей он покажет очень многое. Но если сравнивать с бесконечным летом, у данной игры есть важный минус – завершенность. Бесконечное лето строилось на неком фантастическом сюжете, тесно переплетающемся с реальностью, что давало возможность фантазии идти в любом направлении. И тысячи фанатских модов тому доказательства. Незаконченная история могла иметь и вариации – очередное возвращение в Савенок, новые смены, новые сюжеты, новые персонажи и сотни подобного. Здесь мы видим полностью законченную историю, что не дает вариантов для модов. Единственное, с чем могли бы поиграться – это переписать ее заново, уже в видении фанатов, попробовав продолжить хорошие и плохие линии оригинального сюжета, написать историю от лица одной из девушек или товарищей Николая. Конечно, было бы интересно узнать, как на это все смотрел тот же Киоски. Но по сути, все это было бы уже не столь значительно, как оригинальная игра. Нельзя не упомянуть и о еще одном неприятном моменте. Игра вышла в релиз 4 августа, напрочь обрушив сайт разработчиков от наплыва желающих ее купить. В результате для большинства игроков, кто не сделал предзаказ и не забрал ключ заранее, просто не оказалось возможности начать новую историю. И длилось это все довольно долго. Также не могу не упомянуть, что я вот предзаказывал не просто ключ игры, а расширенное издание. И за полтора месяца с момента выхода игры получил лишь набор музыки – все. А где все остальные бонусы, предзаказы и диск с игрой? Будет через полгода? А зачем, если это можно сделать легко сейчас самостоятельно? Я спрашивал об этом разработчиков, но никакого конкретного ответа от них не получил. В общем, по этому вопросу только негативные эмоции. Но в целом Love Money Rock'n'Roll оказалась очень и очень неплохой. Здесь есть интересный сюжет, привлекательное оформление, тайна для новых игроков и много вариантов развития событий. Игра точно будет интересна ценителям бесконечного лета, но вот внимание других она вряд ли привлечет.